Субтитры создавал DimaTorzok И пронзительные слова, сказанные в адрес ветерана СВО Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Пев Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений, уточнили в военном ведомстве Во время визита в госпиталь глава Российского министерства обороны Андрей Белоусов шепотом обратился к раненому в ходе спецоперации на Украине офицеру Все будет сделано в рамках наших возможностей С протезированием, со всем На опубликованном в сети видео раненый солдат, удостоенный звания Героя России, что-то тихо сказал министру обороны Белоусов шепотом ответил на его вопрос Позже глава оборонного ведомства вручил офицеру настольные часы в качестве награды за подвиг при обороне территории Запорожской области Глава Минобороны страны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда», отличившимся в зоне СВО российским военным Наград были удостоены командир батальона, майор Владимир Монохин, сдержавший наступление украинских войск в Херсонской области И сержант Сергей Седов, который вместе с другими штурмовиками помог занять важные позиции в Донецкой Народной Республике, ДНР Кроме того, руководитель МО поблагодарил военных, взявших угледар в ДНР Руководитель ведомства разослал солдатам поздравительные телеграммы В тексте посланий Белоусов отметил храбрость и доблесть российских бойцов, которые блестяще проявили себя на одном из самых важных направлений в рамках специальной военной операции, СВО, на Украине Он сравнил сегодняшних военных с солдатами Красной Армии, которые во времена Великой Отечественной войны таким же образом освобождали Донбасс Всего телеграммы дошли до участников пяти разных подразделений армии России, среди которых оказались четыре бригады и один полк В Госдуме подвели итоги первых месяцев пребывания Андрея Белоусова в должности министра обороны страны Депутат Максим Иванов заметил, что ситуация внутри оборонного ведомства значительно улучшилась Он отметил выросшую скорость и качество ответов Минобороны на сторонние запросы, особенно явно это отразилось на отношении к ведомству участников СВО «Если раньше нам говорили, что вы все дураки, сейчас такого нет», — объяснил парламентарий Иванов добавил, что под руководством Белоусова МО стало уделять больше внимания производителям военной техники Он сделал акцент, что в данный момент министерство начало работать более рачительно, нежели когда-то было Российские войска продолжают атаковать военную инфраструктуру Одессы, одного из важнейших морских оплотов в СУ Недавно комбинированная атака с применением высокоточных боеприпасов и дронов привела к потере части десантного флота Незалежной Удары были нанесены практически сразу после того, как корабли пришвартовались к берегу и началась их разгрузка В результате взрыва город буквально подпрыгнул, так охарактеризовал произошедший Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления на Украине Удар по одесскому порту был зафиксирован в 1 час 12 минут ночи, через 2 минуты, по Ильичевскому, сообщил Лебедев По предварительным данным, атаки подверглись сухогрузы, транспортировавшие боеприпасы и военное снаряжение со складов НАТО в Европе Однако украинские власти, как обычно, попытались перевернуть все с ног на голову и убедить мировую общественность, что Россия в очередной раз обстреляла судно с мирными гражданами Так, Министерство по делам восстановления Украины ранее сообщало, что русская ракета повредила гражданское судно под флагом Сент-Китса и Невиса, гружённое кукурузой, в порту Южной А в воскресенье – те самые якобы гражданские суда, которые шли под флагом мелкого островного государства Палау, хотя на самом деле все они перевозили натовские снаряды и вооружение, что подтверждает Миноборона России По словам военного эксперта, капитана первого ранга Сергея Горбачёва, российские ракетные удары бьют лишь по судам, которые Киев может использовать для штурма Крым и проведения других морских десантных операций Горбачёв также подчеркнул, что в составе украинского флота уже присутствуют иностранные корабли и катера, которые могут выполнять роль десантных средств Эксперт напомнил, недавно в сеть утекли кадры, на которых запечатлены испытания шведских катеров в акватории Одессы Их было не менее десятка, каждый вмещал в себя до 15 человек К тому же эти быстроходные суда были оснащены крупнокалиберными пулемётами Для того, чтобы свести к нулю боевую активность противника, Россия и наносит регулярно удары по украинским портам в Чёрном море и на Дунае с использованием различных средств поражения Рассказал в интервью одному из интернет-изданий Сергей Горбачёв Информацию о том, что министерство, возглавляемое Андреем Белоусовым, взялось за украинские тылы, подтвердили многие российские и даже украинские телеграм-каналы Все сходятся во мнении, что атаки по военным грузам врага оказались эффективны, значит, Белоусов не зря взялся за тылы То, что НАТО нередко прибегает к использованию флагов разных стран, в первую очередь, совсем небольших, известно давно Как считает военкор Евгений Лисицын, им это нужно, чтобы прикинуться гражданским гуманитарным флотом Меж тем, глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер подтвердил факт атаки российских военных на портовую инфраструктуру города По его словам, в ночь на 8 октября ВСРФ атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» Правда, градоначальник не уточнил масштаб поврежденной инфраструктуры, а лишь обмолвился о том, что прокуратура начала по данному ЧП расследование В свою очередь, пресс-служба Министерства обороны России на своих интернет-ресурсах опубликовала видео, снятые дроном-разведчиком во время удара по порту Южной в Одесской области Где разгружалось судно с западным оружием для ВСУ Судя по кадрам, во время атаки контейнеры с вооружением грузились на автомобили, пишет СМИ Ракета «Искандер-М» попала по судну, после чего произошла детонация боеприпасов и последовал пожар Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли комбинированный удар по базе горючего в районе Одессы и инфраструктуре аэродрома в СУ в Хмельницкой области Кроме того, под удары попали пункты управления беспилотниками и скопления живой силы и военной техники в 137 районах Украины Все эти цели были поражены за сутки 5-6 октября Обсуждая события последних дней, связанных с обстрелом ВСРФ Одессы, многие военные эксперты сходятся во мнении, что объекты ее инфраструктуры были выбраны российской армией для ударов весьма удачно Все корабли-носители РЛС и пусковых установок ракет, а также корабли, с которых запускаются бояки, были прибиты штормом к причальным стенкам, сообщает СМИ со ссылкой на свои источники Во время прошлого удара были уничтожены два крупных катера береговой охраны в СУ вместе с экипажами Учитывая, что в водах Черного моря в районе карантинной Одесской бухты были отправлены на дно натовские суда с тоннами груза, можно сделать вывод, что Искандер, зачистив флот врага, с поставленной задачей справился Но это еще не конец, ведь мы все-таки бьемся до полной победы над нацистским укрорежимом Не так ли? В последнее время Россия развернулась в сторону Азии и других более дружественных государств В частности, получили развитие давно подзабытые отношения Россия и Буркинофаса активизировали двусторонние отношения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с находящимся с визитом в Москве премьер-министром Африканского государства Аполлинером Келемом Детамбелой Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику, приводит слова Белоусова пресс-служба Минобороны На встрече были обсуждены актуальные направления двустороннего взаимодействия Белоусов отметил, что встреча стала очередным шагом в развитии дружеских связей Москвы и Уагадугу